ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кладя руку на сердце, вот серьезно говорю, не советую, ребят. Это просто прорва. Ты просто спалишь свои откаты в никуда. Ну, даже, предположим, если бы я взял бы, например, на одну лигу больше бы, все равно, ребята, это бы не спасло ситуацию, все равно бы скинули бы у меня до лиги мастеров одна звезда. Но это тоже, как бы, не особо такой офигительный показатель. Так что, друзья, лучше все как есть, пускай так остается. Ну, не получил ты лигу мастеров. Ну, что тебе, переживать по этому поводу? Да нет, конечно, вообще не стоит. Ни громульки. Сейчас не получилось, получится в другой раз. Зато у нас откаты на месте все, и мы можем сейчас вот немножечко, как бы, улучшить свою ситуацию в нынешнем положении дел. Так, Эйпл, ты заколебала уже. Все, упала она. Так, теперь нужно левого валить, потому что у него очень мощный суперудар. Да ладно, кабан, ты че? Совсем, что ли, припух? Рамсульки попутал ты. Ну, ну, шо? Вот, когда смотришь на это, просто, ребята, боль. Боль в душе, как говорится. Как мои ребята стараются и ничего не могут делать. Никак не могут пробить. Понимаешь? О, Ваня взял тяжелую артиллерию в руки. На тебе. Все, отдыхай, парень. Отдыхай, супостат. Так, а мы, наверное, сделаем иммунку. Нафиг только я... Нет, мы хильнемся. Какая иммунка? Это хил. Хил, это хорошо, ребята. Осыпало нас, короче, пасхальными яйцами, да. Соответственно, мы получили лечение. Так, ну, пробьешь, наконец-то. Блин, сложновато. Сложновато играть против 45-х уровней. Запомни, ребята. 45-е враги были. И у нас 55-е. И посмотри, как мы с ними долго копошились. Вот так вот. Ну, что? 15-19. Замечательно. Это у нас Брайан. Так, Брайан. У тебя 47-й уровень, я смотрю. Опять же, Эйприл у него. Ну, е-мое, ладно. Давай мы, наверное, знаешь, что сделаем? Вот так вот. Пиццилиций. Нам нужно побольше массовых атак. Соответственно, Пиццилиций с массовой атакой и Шреддер. Так, начнем со Шреддера. Ну, желательно бы, конечно, уничтожить Эйприл. Что, скорее всего, вряд ли получится, в первую очередь-то. Так. Одного мы уже уронили. Давай свой крик. Ну, вот, вот. Такой расклад меня больше устраивает. Там Эйприл, конечно, потратила хил свой, но... Это ровным счетом ничего не значит. Блин, слабо. Давай бросим плюшку. Сейчас, правда, получим... Угу. Контратака. Чух. Две сабли соединяет. Чух. На тебе Эйприл. И добивка, скорее всего. Замечательно. Что хотел, то и получил. Так, продвигаемся по чуть-чуть дальше. Ну, да. Да, друзья мои. Лига Сегунов. Одна звездочка. Сегодня попытаемся дойти до трех звездочек. Конечно, такие, знаешь... Огромные у меня мечты. А вот реализуются ли они? Это уже другой вопрос. Так, ну что, у нас здесь, в принципе, массовых атак не так уж много. А Рафаэль у нас имеет массуку... Два Рафаэ... А, три. Три. Нифига себе, не очень много, говорю. У нас тут практически у каждого, кроме Саблезуба. У остальных всех есть массовые атаки. Кабан упал. Так, запрещаем им, ребят, хил. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Иммуночку, да ты опоздал, парень. Ты не успел. Иммунка тебе здесь уже не поможет. Ах ты, гатюнка. Я все время забываю про Маги, что он сможет... Он может эти снимать, ребята, дебафы. Но, тем не менее, все равно, ребята, им здесь ничего не помогло. Блин, на самом деле, забыл же он... Этот... Рафаэль, ролевой, по-моему, да? Он же... Снимает... Все негативы, все дебафы, все, что есть... Он снимает. Так же, как у нас кто там снимает. Блин, я забыл, ребята, у нас тоже есть какой-то чувачок, который делает массовую атаку. Шреддер, по-моему, да? Или не Шреддер? Он делает массовую атаку, и при этом... А, Магман, он когда делает торнадо, он снимает со всех врагов все положительные эффекты. То есть, там, броню, защиту, контратаку и тому подобное. То есть, круто, да? Опять же, это подсказали мне подписчики. Я что-то как-то на это раньше не обращал внимания. Вот, оказывается, такая штука есть. Давай попробуем вот эти вот... Воздушные шарики. На самом деле, какие-то воздушные шарики. Это вроде как мешочки с этими... С деньгами. Раз по разу. А не шарики. Будет он воздушными шариками, такими... Капитошками, как говорится, такой урон наносить. Так, дай-ка я, наверное, муху эту сейчас попробую пробить. Нет, не вышло. Это плохо. Слушай, ситуация вообще как-то... Не очень хорошо складывается. Так, критовку, да, делает? Угу. Давай-ка мы, наверное, усилим нашу атаку. Плюс надо будет, наверное, обязательно еще хильнуться. Так, муху надо в любом случае валить. Чтобы не хилялось тут. Дебафов у нас нету. Попробуем снизить им атаку. Не прокатило, да? Тогда берем провокацию. И хиляемся. И хиляемся обязательно. Так, ну что? Дуни, может быть, попробовать... Пробить. А-а-а, не вышло. А так, если? Минус Донателло. В кабана... А, нет, попадаем. Я думал, не попадем. А если комочек заморозится, нет? Ну, главное, попали. А вот то, что ты доп-защиту сделал, Доня, это плохо для меня. На! Пробили. Так, поставим иммунку. А нафига нам иммунка, ребят? Иммунитет нам в данный момент вообще не нужен. Он как бы... До Нателло никаких дебафов не вешает, насколько я помню. Так что... Вот гаденыш, а под защитой-то, посмотри. Какой... Жирненький. Его фиг пробьешь. Ну, у нас все равно все получилось, поэтому мы двигаемся дальше. Так, с 63-й позиции мы попадаем на 42-ю. 15-19. Может быть, все-таки дадите мне... Вот, 15... Блин, 15... Есть. Есть, есть, есть. Есть. Увидел я 15-20. Окей. Раз, два, три, четыре... Пять. Слушай, ну тут уже, ребят, 55-й уровень у наших врагов. Надо брать подкреп. Ой, какой нафиг. Давай, пускай это будет у нас до Нателло космос. Потому что, ну, на равных это вообще... Опасно играть с ними. Никакой чести у них нету. Ну-ка. Так, муха, 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 муха. Да ладно, блин. Ну что ты? Она успела хильнуть. Давай, Лео, жги. Да какого ты фигуса-то, блин? Пробить эту муху в конце-то концов. Ну, Чомпи, помогай Рафаэлю. Есть. А теперь надо Бакстера ввалить, если честно. И тут получилось. Ну все, все. Я теперь на расслабоне, ребята. Оливийная доля противников уничтожена. Тем более таких самых злющих. Так, люк. Люк-люк. Блин. Люк-люк. Вот тебе и люк-люк промахнулись. Потому что уклоняшка у него стоит. Давай-ка, Чомпи. Поджарь-ка его, пожалуйста. Поджарь только. Да, конечно. Ну, а если сай бросим? Чуть-чуть. Да иди ты в пень. 55 уровня. Какой-то нереальный, ребята, уклоня не имеет. Просто нереальный. Ты понимаешь? Ну. Я в шоке. Наконец-то. Сколько бы мы по нему били бы. У меня лично такого нету, ребят. Какое бы мощное уклонение бы я не стоял. Все равно меня пробивает. Все равно пробивает, ты понимаешь? А у него как об стену горох. Его бьют, бьют. А он даже не задевает его. Да. Вот такие вот дела. Ну что? Нет. Хорош. Давай я возьму, наверное, сюда Донателло. У него, правда, тоже есть Дония. Ну ладно. У нас Хил есть. Лео. Есть у нас два дебафера. То есть это... Кто у нас два? Это Монда Гека. И Ксевер Монтес. Шикарно. Ты просто бомбанул. Давай, наверное, вот этого еще. С вертушки. Найс. А так забьем? Через космический корабль. Одного только. Но... Но... Е. Сверх Монтес. На халявку. На халявку подбежал, долбанул его ногой и вырубил. Ну что, Сёгун две звезды? Естественно, ребят. Сёгун две звездочки. Замечательно. Так, 15-20. Я возьму, наверное, вот этих вот охламонов. Здесь я возьму Крэнга. Раз, два, три, четыре. Мне кажется, Крэнга здесь одного хватит. Как звезданец своим лучом, да? С технодрома. И всё. И пиши, пропало. Давай проверим. Так. Ну, а я тебе чё? Всё сработало. Всё сработало как нельзя хорошо. Поэтому продвигаемся далее. С 95-го мы плавненько переходим на 73-ю. Вот, 16-21 уже дают. Я здесь возьму Ванюшу. Раз, два, три, четыре. Так, Ванька против 58-го уроня. В принципе, шанс неплохой. Очень даже неплохой. Так. Давай-ка, наверное, за базуки сразу же. И кролики, в принципе, должны добить этих двух супостатов. Всё. Зато быстрое у нас идёт продвижение. Вот что я тебе хочу сказать. Так, загрузочки. Тролевали, все дела. Переходим на... Полтинник? Да. 51-я позиция. Давай-ка мне 16-21. Не надо мне тут свои 15-20 раскидывать. Это ты сейчас серьёзно, да? Вот. Но тут майки, поэтому я возьму Армагона. Раз, два, три, четыре. Ну, я думаю, что Армагон-то 58-го уровня. Микеланджело-то вырубит. По инициативе тоже справимся же, да? Всех сейчас ГЭСа нет, наверное. Да. Без компромиссов, как говорится. Никто тут абсолютно не успел выжить. Ну что же, а мы продвигаемся тогда далее. ИС-51 на 30-ку давай. Окей. Так, а если нам... Дай-ка 16... Вот, сразу 16-21. И тут, и там. Выбирай, что хочешь. Слушай, Макман, например, против 62-х уровней. Справится ли он? Вот что меня сейчас интересует. То есть, может ли он их сразу загасить? Вопрос интересный, но надо проверять. Не всех. Не всех, ребята, он завалил. Так, Аллопекс, давай хотя бы парочку вальни. Будет очень круто. Да, и парочку как раз вальнули. Это сплинтер и кто там еще был? Уже не помню. Пробьешь? Фиг ты там пробежатый. Есть. Ну что, остается этот рок-оу. Да. Все круто, все красиво. Ну что, идеальная победа. И мы продвигаемся дальше. Ну что, десятая там, одиннадцатая позиция должна быть, по идее. Девятая. Так, ну, ищем тогда 16-21. Вот это вот возьмем команду. Бакстера. Да, мне кажется, Бакстера здесь будет за глаза и за уши хватать. Так что, особо не переживаем. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Волна пошла? Пошла, конечно. О, постепенно урон. На всех лег. Они не жильцы. Все. Ну, а мы... Как настоящие воины, двигаемся дальше. Настоящие воины. Да, ребята. Сегун три звезды. Ну, тогда давай повышать планку и пытаться сегодня дойти до Лиги Мастеров. Я думаю, что это, в принципе, нам по плечу. Раз, два, три. Главное, чтобы хватило бойцов. Причем мы еще откат с тобой не тратили. И я не буду их тратить, потому что, мне кажется, мы и так справимся здесь. У нас еще Усаги там, еще Шреддер. Так что, есть с кем воевать. Вообще, Леонардо красавчик. Просто потащил за собой всю команду. Молодец. Ну что, мы тогда проходим далее и... Так, это будет 70-е, получается, да? 70-е, потом 50-е. Да, должны успеть. Возьмем, наверное, Усаги. Раз, два, три, четыре. Блин, под вопросом, конечно, под огромным. Но мы постараемся как-то, я не знаю. Каким-то чудом дойти до Лиги Мастеров. А потом, ребята, что? А потом у меня две рабочие смены, поэтому, как бы, видосиков не будет. Два дня. Поэтому надо сегодня вот как-то... Прорываться по максималке. Так, ну падай, ты уже тут стоишь. Не рвивешь меня. Естественно, идеальная победа. И... Покажите мне, пожалуйста, позицию. Какую мы занимаем. 50-е даже. 51-е. Вот. Тогда двигаемся дальше. У нас есть кожа головы плюс... Ну, давай вот так вот сделаем. Кожа головы. Блин, кожа головы. Вот тут осталось два уровня, ребята. И он 90-м станет. А там еще 10 и соточкой. В общем, количество 12 уровней ему еще нужно поднять. Окей. Так, берем здесь провокацию. Кожа головы. Погнал. Погнал, погнал, погнал. Топово. Хорошо он тут пробил, да? Так, в минус. Откуда у тебя отхил тут появился? Интересно. У тебя было мало здоровья. Он взял и умудрился как-то хильнуться. Я вначале думал, что он делает? Он, ребята, изо рта берет свои слюни и выбрасывает. И, прикинь, он слюнями их просто бомбит. Это я про Джастин говорю. Прикинь, ты стоишь, да? В тебя такой харчок смачный прилетает и убивает тебя. Да, веселого мало, конечно. Так, Данте. Ну что, Данте, давай. Раз, два, три, четыре, пять. Остальные пойдут, наверное, у нас со Шреддером в команде. То есть, это будет последний поединок. Бросаем тут бомбочку. Угу. Бомбочку бросили. Давай, наверное, все-таки бафнусь чуть-чуть на атаку. Тут контратака. Давай, измековюн. Так, карачку убили. Так, пошла гран... Ой, зря ты это парень делаешь. Так, давай еще. Хоба. Леонардо тут надо вырубать. Айти не вышло, да? А если так? Так получилось. Куда ты бьешь-то? Ага, по Крису Брэдфорду. Тогда добивка. В плане, ты... Этот Ахламон еще уклонился. А ты посмотри на него. На. Башмаком. Помордальнее. Ха-ха-ха. Получил. Распечатали мы его. Ну что, с 31 на 10? А, 13. Окей. Я не против. У нас сколько тут осталось? Последний поединок же, да? Пам-пам-пам-пам-пам. И Шархан, к сожалению, не в удел, получается. Получается, мы им не отыграем. Ага. Так, теперь бросаем Кунаи. И добиваем Дони. Все, ревера. С ареной на сегодняшний день покончено. То есть, 100% мы сейчас будем в лиге мастеров. Да, одна звезда, но тем не менее в лиге мастеров. Так, в магазине что у нас тут? Бесплатный пак. Красивый король там выпадает. Дальше. Забираем здесь награды. Сразиться. Так, в серию испытаний. Пошли, пробежимся. Тем более у нас новая серия началась. Испытаний. Так что, быстренько сейчас пробежимся. Угу. Ну, понятно. Как же, кто бы сомневался, что эти маузеры будут еще... Да тут они все ходят первыми. Ну-ка, ракеты. Еще ракеты. Вот и все. Вторая волна. Ураган. И маузеры. Быстро и легко прошли. Ну, я прохожу эти события только лишь для наград. Так они мне как бы нафиг не нужны. Ну что, забираем тогда наградушку. А теперь пойдем искать, где наш Кожеголовый. Вот он. Так, нам хватает поднять ему левел. Это раз. А во-вторых, давай искать. Одна приманка для маузеров. Нам нужна. Есть. Приманочку мы нашли. Так, теперь нам надо, блин, 20 комиксов найти. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. 20 комиксов. Один нашли. Второй. Блин, опять тыквы начинают лезть. Так, третий. Ну все, началось. И тыквы лезут, и все. Четвертый. Пятый. Хотя бы пять комиксов нашли. Это уже нормально, ребят. Так, заберем награды наши. А тут абсолютно все выполнено. Поэтому все и забираем. Так, в магазине у нас все чисто. Ничего не надо. Жетонов 1065. Конечно же, это мало. Испытания. Какое испытание пройти? И стоит ли, ребята, проходить? Сегодня у нас вторник, да? Два дня рабочих. Это среда, четверг. В пятницу выходной. В пятницу уже откроется черепащая буря. Можно там фармить. По идее-то. Ладно, пойдем. Пойдем. Пройдемся. Все равно жетоны нужны. Ну и как ни крути, ребят. Пускай они тут бомбят. Так, что мне сегодня по планам еще? По планам, наверное, ребята, я не знаю насчет Tower Conquest. Но мир южского периода будет точно. Плюс, скорее всего, хакерочку. Сниму еще серию. А дальше пойдут, скорее всего, игры Tower Defense. Накачал себе на iPad новые игры. И хочу, ребята, в них поиграть. Ну, по крайней мере, может быть, играть мы в них не будем на постоянной основе. Но хотя бы показать вам новиночки, которые там есть. Новинки в плане для меня. Не то, что они только вот недавно вышли. Я просто таких игр еще не видел там. Так что вот. Как-то вот такие планы. А там посмотрим, что дальше. Да как-то надо нам в Покет Морти вернуться. Я все никак не могу, ребят, найти. Не то, что даже сил, а времени. Времени очень много надо, понимаешь. Там еще и для первого канала, и для второго, и для третьего все это снимаешь. Пускай даже по одному видосику. Но все равно, ребята, время это отнимает. Тактический монстр, например, сегодня хотел пройти. Ну, там жесть. Там, ребята. Если раньше мы с тобой проходили за серию одно событие, да. Ну, там, целую серию каток, состоящие из сколько там? Из 20 волн. Из 20 битв. То, например, в предпоследнем видосе, который у нас вышел на канале. Ну, ты видел, да? Новые режимы. Я там голову сломал. Я просто голову сломал. Как вообще-то можно побеждать их? А поначалу все было легко и просто. Ну, в общем, будем как-то дальше продвигаться в этой теме. Будем прокачивать персонажей. Ну, и, соответственно, двигаться к победе. Плюс сегодня записал еще одну серию про нашего кролика для второго канала. Кто-то спрашивал, Ларея, почему ты не выкладываешь все видео в этот, как сказать? На один канал. На один канал. Ну, давай скажем так. Для начала я не хотел путать, как бы тебе сказать. Вот здесь у нас игры идут чисто с Android, с iOS. Такие вот мобильные игры, одним словом, да? Хотя поначалу у меня были здесь игры из ПК. Это если брать самые-самые первоначальные видосы, то тут выходили игры на ПК. А потом я решил разделить. Я, ребята, думал, что немножечко позволю себе вульгарности и буду ругаться. Так как игры меня порой выводят. И на этом канале, который рассчитан, в принципе, для детей, да? Ругаться здесь как бы не стоит. А на том канале, на втором, думал, буду, ну, отрываться по полной программе. А ты понимаешь, дело в том, что мне язык не поворачивается ругаться. Я могу иногда, когда очень сильно меня достанут. Это пример к тому игра Shadow Fight. Ты знаешь прекрасно, там просто у меня горел пукам так, что я мат на мать и матом погонял. Что, в принципе, и удалить-то как бы жалко. И хотелось показать мои страдания, страдания, старания. В общем, поэтому я дисклеймер там перед видосиком делал. Так что если вы, ребята, видите дисклеймер где-то там, да, на каких-то видосиках, то знайте, что детям, естественно, лучше не смотреть и не слушать. Потому что там ругательство. Хотя, на самом деле, я не предпочитаю. И не особо любитель поругаться матом. Вот. Второй канал был предназначен уже как бы для ПК-игр, ребята, и для консольных игр. В принципе, вот и все. А третий канал я вообще, ребята, сделал чисто для гонок. Я просто хотел там снимать гонки. Но дело в том, что... Ну, как тебе объяснить? Когда в отпуске ты находишься, да, ты можешь время тратить как тебе угодно. Когда ты работаешь, извините, по 12 часов в сутки, что тебе остается? Тебе остается снять один видосик на свой основной канал и все, ребята. А на каком-то хорошем крупном выходном ты можешь позволить себе снять видосик еще на второй и на третий канал. Да и то не всегда. Вот и все. А если бы я, например, все в одну кучу бы делал бы... Ну, это, ребят, бред. Во-первых, я бы и сам бы пытался. Да и вас бы как бы путал. Тут же игры на телефоны. Тут же игры на ПК. Тут же на консоли. И что? Ну, сумятица получилось бы, ребят. Просто сумятица. Например, детям бы не особо, я думаю, нравилось бы... Вот он смотрит, там, мобильные игры. Ему не особо нравилось бы, там, например, Far Cry тут вылез, откуда-то не возьмите. Ну, нафиг он скажет мне Far Cry твой, хотя я хочу посмотреть, например, Tower Conquest. А ты свой Far Cry сюда суешь. Или там тактических монстров, или там еще что-нибудь. Ну, вот чисто из такого, этического, ребята, ситуации я и решил просто сделать. Несколько каналов. Хотя я тебе сразу скажу, сразу со 100%, что ни второй, ни третий канал мне абсолютно вообще ничего не дают. Вообще ничего. Ни просмотров, ни каких-то там подписчиков набор, особенно больших. Нет, ровно ничего. Это чисто на своем чистом энтузиазме. Вот этот вот основной канал у меня, да, он еще как-то живет, ребята. А те у меня просто для души. Вот серьезно тебе говорю. Просто для души. Я снимаю для себя, как бы, а уже кто хочет, тот может заходить и смотреть. Вот и все. И нет у меня, ребята, такой штуки, как, вы говорите, зачем ты себя заставляешь снимать видосики, которые ты не хочешь? Ребята, кто вам сказал, что я заставляю себе снимать видосики, которые я не хочу? Если я их не хочу, я их не снимаю. Поверь мне. Даже если ты будешь там умолять меня там, например, вот как вот Хастл Кастл. Вот я не хочу вы снимаете, все. Много уже просят там, ну, сними, ну, сними. Или вперед на зуми войну. Сними, ты говорят на зуми. Ну, ребята, я вам еще раз повторяю. Что я буду там снимать, если там уже нет нового контента? Ну, нет там ничего. Мы уже все там заюзали, что можно. Я уже прокачал всех персонажей, да, понимаешь? Там нету, там... Я не знаю, там... Единственное, что, наверное, там нету, это скинов. Вот скины. Ну, я считаю, что это не игровой процесс. Скины это уже так, баловство. А ты можешь спросить, а что ты в черепашки играешь, если у тебя все персонажи открыты? А я тебе скажу. В черепашках у меня открыты все персонажи, но они все не прокачаны. Они не прокачаны у меня все. Я хочу... У меня цель такая вот, прокачать всех. У меня и в Таверконквесте тоже самая такая же цель. Прокачать всех до сотого уровня. Чтобы... Жирная точка. Вспомни игру, которая называлась... What's again? Поймай курочку, если сможешь. Мы прошли с тобой абсолютно все. Да, я не говорю, что у меня там все прокачанные персонажи. Конечно же, нет. Но мы с тобой прошли основную сюжетку. То есть мы прошли до тупика. Там тупик. Там нету дальше продвижения никакого. Поэтому я ее забросил. Все, там больше нечего. В Summoner Storm. Помнишь такую игру? Я в нее играл до тех пор, пока она у меня не перестала загружаться. То есть я сейчас ее не могу загрузить. Файл ошибку выдает какую-то определенную. И все, ребята. А с ноля начинать, ты знаешь, это такое удовольствие. Сколько времени нервов всего утрачено. И сейчас все заново. И опять же неизвестно, какая ошибка тебя будет впереди ожидать. Нет, ребят. Как бы это не по мне. Есть игры, которые ты забрасываешь только лишь потому, что не хватает времени. Это много игр, ребята. Это Battle Legion. Там Battle Legion. Там что у нас еще? Там Morty. Очень много-много было хороших игр. Например, Angry Birds Epic я забросил лишь потому, что у меня на телефоне есть она, да? А на компьютер я ее уже поставить не могу, установить. А если я ее даже установлю, то сейвы. Они не передаются. Мне придется начинать ее с ноля. Ну, а ты сам понимаешь, когда с ноля там не арена, там ничего не работает. Поэтому, ну, смысл в нее играть. Естественно, нет. Если бы они ее реанимировали, как, например, Angry Birds обычный, да? Первую часть они ее переделали. Типа ремастер сделали. И все. Так, конечно, можно было бы. А чего там? А в нашем случае, ну, я думаю, что не стоит, ребята, даже вот. Возвращаться. А через мобильный телефон там урезанный экран. Там многие кнопки недоступны. Поэтому, как бы, ну, смысл играть. Конечно же, нету. Хотя она у меня не пройденная. То же самое. Вспомни игру Angry Birds Transformer. Тоже, ребята, она в зависоне у нас висит. Очень много игр, в которых висит. И Days After. Ребята, это вот сейчас аналог. Кто-то мне говорил, что Grand Survival. Это пародия рафта. Возможно, ребята, пародия рафта, но мобильный. Потому что на мобиле есть рафт-игра. Да, пускай урезанная там, но она есть. А Days Survival... Ой, фу ты, извините. Days After. Ну, вы сами прекрасно знаете. Она очень... Ну, она лютая игра. Конечно, там... Там нахрапом не пройдешь. Там очень много нужно фарма. Все. И опять же, время нужно. И его нету. И рада бы поиграть, но нету времени. Фу. Я надеюсь, ребята, читался перед вами по полной программе. Все все прекрасно поняли. И не будет у вас никаких больше ко мне вопросов по поводу этого. Так, ну что. У нас, тем не менее, идет последняя битва. После которой мы с тобой сможем фармить жетоны. Ну, основной акцент, естественно, у меня делается на жетоны. А там уже как получится. Подожди. Рокзар, твою ж налево, блин. Какого фигу? У тебя мало здоровья так, а? Тебе же сейчас ушлепают. Твою дивизию. Блин, я бы не хотел, чтобы его роняли здесь. Пробьем Рафаэля. Так, а это только четвертая волна. Блин. У нас провокации нету ни у кого, да? Шреддер может только вот здесь и хильнуть. Давай попробуем пробить. Ну, допустим. Так. И сейчас у нас будут, по-моему, черепашки. Сплинтер и черепашки, да? Вся эта команда. И тут майки, конечно же. Оу, майки больше нету. Так, Рафаэля надо шлепнуть. Теперь сплинтера. И остается лишь Донни. Слушай, а мы успели все-таки Ракзарчика нашего дохилять. Шикарно. Хорошая, конечно. Единственное, что не сразу хиляет. Но вот это вот постепенный отхил от Супер Шреддера, это, конечно, что-то. Ну, что, ребята, у нас остается всего лишь 33 сыра. Ну, давай. Сплинтер выпал. Доллары. И книга. Все. Подожди, нет, не все, ребят. Откуда у нас еще 33 сыра? Что это такое-то? 50 жетонов. Подожди. Интересно, 3... Ребят, смотрите, 33 сыра. А, так тут пицца. Твою налево, тут пицца. Тогда давай здесь. Так, отлично. Кстати, а тут даже неплохо. Тут можно и пиццу, и сыр тратить. Замечательно. Все, да? Все потратили под сухую. Все, что могли. Отлично. Ну, что, ребятушки, а я тогда на сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам. Спасибо.